здравствуйте уважаемые слушатели факультатив для школы 1514 у нас 13 занятия сегодня мы с вами занимаемся бинарным поиском в массиве ну и надеюсь задачками на бинарный поиск по ответу я рассказывал в прошлый раз довольно подробно всякие штуки про математику математику двоичного поиска корня методом деления пополам ну и потом собственно этот метод сегодня будет не намного меньше математики больше алгоритмов представьте себе что функция для которой мы ищем собственно корень монотонна и дискретно монотонна и дискретно то есть вот некоторая функция да но она от n а не от икса монотонна возрастает и дискретно то есть она прошагивает некий диапазон соответственно такими полочками может быть полочки и длинные да может быть они и в одну ячейку буквально да может быть они там в 2 до но фишка в том что да и не обязательно для каждого значения f до существует x существует такое n а соответственно n равное там одному 2 3 4 5 ну я сейчас начал считать n с единички да так вот просто первый второй третий элемент до 6 там 7 8 9 10 что это напоминает это очень сильно напоминает массив на самом деле двоичный поиск двоичный поиск конкретного значения функции дискретной монотонной функции ничем принципиально не отличается от двоичного поиска по отсортированного массиву то есть можно так сказать что у нас двоичный поиск еще давайте сформулирую собственно тему до двоичный поиск значения либо монотонной монотонно возрастающей монотонно но возрастающей функции либо соответственно двоичный поиск значения в отсортированном массиве вот это абсолютно аналогичные две задачи по существу и перед тем как начинать писать какие-то решения очень важно осознать вопрос вообще это по жизни так не отвечайте на вопрос пока вы его не поняли до конца понимаете это очень важно иначе вы попадетесь на некорректно заданный вопрос вы просто не сможете ответить ну не знаю а вот давайте я задам вопрос как дурацкий а лекарства они плохие или хорошие понимаете это же вопрос а когда когда как до к месту не к месту а какие а что мы понимаем под лекарствами вот в математических и в частности в алгоритмических задачах у нас есть возможность постановки задачи с максимальной четкостью и вот давайте осознаем границы нашего как сказать вопрос а чего мы хотим потому что двоичный поиск значений а если этого значения нет что и должен вернуть в качестве ответа желательно же чтоб это было число правда нужно вернуть число наверное ну и да и да или нет это другой совершенно ответ да ну давайте конкретней наверное мне хотелось бы вернуть где это значение встретилось ну давайте вот я пропишу здесь конкретные значения допустим это 23 это 4 это 5 это 6 семерки нету восьмерка есть вот там в двух значениях вот допустим я ищу число 7 что я должен вернуть понимаете да а если я ищу число 4 что я должен вернуть какое местоположение 3 4 5 что любой из них случайная самая маленькая самая большая какая у как что я должен найти и вот возникает интересная мысль а поскольку возникает а а если ищу число 1 так вот идея какая а давайте ну я не знаю я бы хотел все таки от нуля наверное эти числа прописать 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот так вот универсальным является такой ответ что для любого числа для любого значения для любого x можно всегда указать так называемую левую границу существует так называемая левая граница которая правда подразумевает что что все индексы все индексы которые правее этой левой границы да существует левая такая что для любого собственно n ну в данном случае n у меня до для любого n большего этой левой границы то есть правее ли это левой границы у меня значение функции ну или массива соответственно а x а а n того значение массива ну я тут писал функции давайте f то f соответственно от n у меня больше либо равна искомого x а еще раз смотрите дело в том что у меня есть в крайнем случае возможность взять границу в точке минус 1 то есть всегда можно сделать минус 1 и тогда для любого числа для любого индекса все значения больше либо равны x то есть если x настолько мал что он равняется единице например и все элементы массива больше либо равны единице сейчас в этом случае но на самом деле в этом случае можно было важно я слушаю простите мне просто интер обратить мне интернет пропадает поэтому я пропадаю у меня пропадает а что есть индекс при икселе то есть это значит я может зря назвал x он давать игреком назову y это искомое значение то есть я вот здесь провожу некую черту и говорю вот давайте найдем на такую левую самую левую как бы левую границу left boundary так что вот значение в этой левой границе она меньше чем но на самом деле тут дополнительно можно сказать да то есть мало того что это самое так а значение собственно в этой левой границе она меньше чем y ну или здесь вот важно заметить некоторые или или собственно этот левт ну как бы равен минус 1 ой или не илу ну то есть смотрите еще раз да давайте для какого-нибудь и грека который у меня вот где-то хотя бы здесь находится ну давайте для семерки слушайте давайте для четверки что будет являться левой границей диапазона присутствия игрека равного четырем я хочу выразить вот это вот лево да еще раз как левая граница левая граница до диапазона присутствия значение игрек ну ка не знаю там ну смысл вот чем что игрек да у меня он не 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 в левт а правее игрек если он есть то он находится правее понятно причем на самом деле важно что непосредственно правее да если он есть он непосредственно правее этой границы левт понятно сейчас я как сказать чуть-чуть математика упростится когда я скажу вот итог левая граница диапазона присутствия но функция ну или массив соответственно если массив то я квадратные скобки напишу да а от левт меньше игрека он не равен ему понятно и точно так же для любого игрека существует и правая граница диапазона присутствия в которой соответственно для любого n который меньше чем этот райд у меня у меня функция ну или соответственно массив монотонно возрастающий соответственно ну монотонно здесь в данном случае можно сказать не убывающий но это мне не нравятся эти термины я, кажется, я вам произносил про них да то что вот возрастающий не строго лучше так сказать не строго возрастающий так вот значит в которых f от n меньше либо равна игрека для всех n меньших right, а в то же время для f от right у меня что? Значение больше у. То есть right уже точно там у нету. То есть он дальше за пределами находится. Либо, соответственно, этот right, он уже как бы за пределы массива, ну там на десятку показывает. Но я не хочу писать равно 10. Он равен длине массива. Потому что это как раз уже как бы верхнепредельный недопустимый индекс. Ну, я пишу не по-сишному, а по-питоновски, но тем не менее, да, ну вы понимаете логику. Массив длины 10 от 0 до 9, значит 10. И тогда мы можем сказать следующее. Что это значит, вот из вот этого вот, означает, что для любого числа n, которая принадлежит диапазону от left до right, просто как следствие вот этого и вот этого. Причем именно вот этот интервал, да, в котором не включая вот left до right, для любого вот этого вот у меня значение f от n одновременно меньше либо равно у и больше либо равно у. и меньше либо равно, и больше либо равно. То есть оно равно у. То есть, ради чего я долго формулировал вот эту левую и правую границу присутствия, место, как сказать, левая и правая границы местоположения игреков в массиве или там в значениях массива. Ради чего? Да ради того, что я легко могу этот диапазон, да, он может оказаться пустым. Вот в чем фишка. И дело в том, что будет очень красиво, что этот, как сказать, диапазон, оказавшись пустым, он смыкаясь, да, может сомкнуться вот как бы так, да, то есть 7, 8. Я искал число 7, я его не нашел, да. Но левой границей для него является семерка, правая восьмерка, это индекс, местоположение, да. Я говорю, ребята, собственно, этого числа в массиве нету. Этого числа в массиве нету. Да. Но если мне захочется его туда впихнуть, тогда мне нужно что? Ну, расширить мой массив, сдвинуть вот этих товарищей и впихнуть его вместо правой границы. Ну, в смысле, правее, чем левая, ну, это одно и то же, потому что, ну, ровно сюда, да? А нам дана левая и правая границы по условию? Нет. Они нам не даны. Но это наиболее адекватное объяснение того, что я собираюсь искать. Вы поймите. Дело в том, что я могу постановку этой задачи взять и в предельном случае поставить так. Например, у меня функция, которая у меня, ну, массив, в котором все значения равны друг другу и при этом равны 5. Что я должен ответить на вопрос о поиске числа 3? Или о поиске числа 5? Вот как мне правильно, логично сформулировать, а что является ответом на поиск значения? На самом деле, если у меня функция не является монотонной, ну, или массив не является отсортированным, то ответом на местоположение числа является, ну, что, на самом деле, представьте себе, оно тут, там, тут, там, где-то оно равно, ну, это список индексов. В случае монотонном намного проще. Можно достаточно указать два индекса, которые как бы обнимают этот диапазон от сих до сих, при этом не включая. Поняли, да? Смотрите, для поиска числа 5 левая граница будет у меня в точке минус 1, да, а, ну, для левой границы это допустимо. Я никогда не буду брать значение а от левт. Я буду искать значение только от тех, кто правее левт, да, причем целым образом. Соответственно, я говорю, как бы обнимаю этот диапазон слева, да, и справа десяточкой. Понятно? Логично? То есть, мне будет что ответить, если массив окажется заполнен пятерками, и я ищу пятерку. Если я, ну, потому что правая граница присутствует, то есть, у меня, логично, короче говоря. Если я ищу число 2, то тогда левая граница будет минус 1, правая будет 0. Числа 2 нету. Но это не просто ответить на вопрос о левой и правой границах присутствия конкретного числа, например, двойки в заданном массиве. Это вопрос о том, а куда эту двойку надо вставить, если я все-таки хочу впихнуть ее в массив. Логично? Я беру и говорю, ребята, у меня 0, это тот, ну, right, да, в данном случае. Это то место, куда надо впихнуть конкретно там число 2, если я собираюсь его вставлять в массив, не потеряя упорядоченности. Ну, и я, соответственно, расширяю массив на один элемент, все туда копирую и вставляю туда двоечку. Ясно? Вот. Вот такая, значит, идея. Если же я ищу число 6, например, то тогда левая граница присутствия будет что подразумевать? Соответственно, что у меня функция для любого n, которая больше, чем left, должна быть что? Больше либо равна y. Но таких нету. У меня такая функция, что она везде равна 5, а я ищу в ней 6. Значит, мне надо сделать left таким, например, девяткой, да, что в нем значение, которое меньше 6, я же шестерку ищу, в left значение меньше 6, да, а все, кто правее, правее, к счастью, никого нет, но все, кто правее, это как это, все кошки в этой комнате зеленого цвета. Тут нет кошек. Поэтому мое утверждение совершенно истинное. Понимаете, да? Все президенты, находящиеся в этой комнате, непорядочные люди. Если их реально ноль, значит, значит, все нормально, мое утверждение истинное. Точно так же, то есть, про пустые множества очень легко утверждать все, что угодно. Вот, ладно, но это математики поймут. Короче, я к чему? Что правая граница будет, соответственно, если я ищу шестерку, тогда левая будет 9, а правая будет 10 за пределами массива как раз. Понятно? Куда мне вставлять элемент со значением 6, чтобы не испортить упорядоченность? В позицию 10. Ой, как замечательно, даже никого сдвигать не надо. Взял, впихнул значение сюда, и все, вот тебе. Да, если вставлять значение в массив, да, если это массив, а не функция. Итак, я сформулировал, собственно, сейчас постановку задачи, а что я собираюсь искать? Ответ. Я собираюсь искать вот эти левые и правые, левую и правую границы. Следующий вопрос. Как? Как я собираюсь ее искать? А вот здесь я как раз, товарищи, и буду действовать методом двоичного поиска. Только он будет попроще. Попроще. Смотрите. Я сейчас буду искать конкретно левую границу. Правая же граница. Да, давайте я верну этот массив, ну, функцию в какое-то условно-нормальное состояние. В значении 2 вот так, в значении 3 вот, в 3, 4, 5 равен пятерке, в шестерке равен семерке, в семерке равен семерке, в восьмерке равен восьмерке, в девятке равен, да, той же самой восьмерке, пускай равняется. А девятки не равен нигде. Правильно? Что у меня там видно? Или это семерки? Семерки, получается, равен, да? Шестерки нигде нету. Пятерка она, вот она. Четверка, вот она. Тройки нигде нету. Двойка, вот она. Единички нигде нету. Шесть, семь, восемь, девять. Есть на целый четыре растянута. Ок, ладно. Так вот. Я ищу какое-то число. Я хочу левую и правую границу. Сейчас я скажу, в чем образом. Правую я сделаю не ту самую баундер, а просто правая граница, для которой можно равняться значению искомому. И тогда я буду сейчас стрелять в середину и двигать границу. Либо левую сюда, либо правую. Либо левую, прошу прощения, либо правую. При этом у меня будет... При этом у меня правая, это не будет правая граница присутствия, это будет правая граница, в которой вот можно, она равняется x. Но в результате я зажму именно левую. Итак, давайте посмотрим на то, как это будет выглядеть. Слушайте, хочется написать на питоне, надо бить себя по рукам. Давайте напишем на плюсах, соответственно, и я сразу, пожалуй, буду писать туда. Итак, новый файл, empty файл. Ну, я все-таки буду работать с вектором. Ой, прошу прощения. Так, значит, мы называем это дело. Как мы называем это дело? Это у нас будет bin search. Bin search 1. Oh, I'm very sorry. Это неправильно сделал, потому что его надо было назвать bin search 1.cpp. О, вот теперь ок. Итак, чего я хочу? Я хочу описать функцию, которая будет возвращать мне левую и правую границу. Они являются целыми числами. Я должен давать туда, ну, вектор каких-то чисел. Я буду сейчас с вектором целых чисел работать, соответственно, вектор целых. На самом деле, не обязательно целые числа. То есть, в принципе, сами значения, которые там лежат, могут быть и дробными, совершенно спокойно. Вот, главное, что она дискретная по, как бы, индексам. Так, это у меня будет, собственно, ну, слушайте, я назову A от слова array, как мы классически делаем. И давайте туда что-нибудь разложим, так, чисто для порядка. 2, 2, 4, 5, 5, 5. А что там у нас? И 4 раза 7. Ну, допустим, окей. На самом деле, может быть, вместо последней семерки положить туда девятку какую-нибудь. Ладно, давайте пока, прям как на доске. Так, значит, я хочу найти левую границу и буду передавать туда, собственно, сам вектор. Да, вектор должен быть отсортирован. Проверку этого я делать не буду. Значит, и второе, ой, значит, я хочу, собственно, правую границу найти. Right boundary. Соответственно, что я делаю теперь? Ну, я их распечатаю там. А как вы в int кладете массив? Вектор and of. Как я кладу массив? Сейчас. Left boundary от A. Это функция, которую я еще не написал. Это функция, которую мне предстоит создать. Дело в том, что программисты, когда работают, работают очень часто методом мечтания. Ну, то есть, задача программиста двигаться по линии разработки, по времени, да? Двигаться так. Нулевая версия программы, это был пустой файл, и она была рабочая. Да? Ну, или, не знаю, там, int main return 0, да? Рабочая версия. Дальше мы начинаем придумывание, да? Размечтались, а потом мы приземляемся до компилирующегося состояния. Его можно назвать консистентным. Ну, потому что не всегда компиляция, иногда трансляция там, интерпретация как по этому, да? Но смысл в том, что консистентное состояние, в котором программа цельная по запускабельной логике, ее можно запустить. Возникает версия 1. Ну, это супер микроверсия, да? Но смысл в том, что вот эти состояния, вот я размечтался, приземлился, размечтался, приземлился. И ход мысли, ну, он важен, да? То есть, как мы мыслим? И я здесь сейчас именно размечтался о существовании такой функции. Пока что ее описание находится исключительно в моей голове. Я на самом деле в этом случае по-хорошему не имею права сейчас вставать и идти, не знаю, пить кофе, просто потому что я забуду, а что под ней подразумевается. Хотя, впрочем, я объяснил это уже на доске, да? Но доска место ненадежное. Но две эти функции еще нам предстоит записать. Пока что же я хочу сказать, что вот у меня есть left, да, соответственно, у меня есть левая-правая границы, да? Да? Значит, и... Ой, что это запятую написал? Не запятую, а вот так вот касая n. Окей. Значит, короче, ну а самое интересное, что я могу, в принципе, хоть и пробежаться по этому массиву и распечатать все, начиная от left до right, да, на все эти значения, сказать, вот эти значения, они подходят. Слушайте, ну они все будут тупо равны тому, чему там равны. Понятно? Ладно, я не буду сейчас это делать. Да, теперь вопрос, а как же мне эти функции-то сделать? Соответственно, left boundary и right boundary это функции, которые должны возвращать целое значение, да? Получай... А? Ну, void по идее нет. Как это void? Когда они возвращают значение, которое я присваиваю в left. Какой void? А, это не как-то не работает. Понял. Нет, void это, мне нужно обязательно в этом, в C++ писать возвращаемый тип. Ну, то есть, вы видите, да, что я здесь возвращаю левую границу, здесь правую, но это шуточки, потому что это такое, left-то еще не существует. Это так, я вру. Я просто, в каком-то смысле, я сейчас, вот перед тем, как что-то ретернеть, я мог бы ретернуть минус 1, а сюда в качестве этого ретернуть там, не знаю, длину a. Ну, это неправда. так нельзя, да, a. Или size, я уж не помню. Size, кажется. Значит, а здесь мне, соответственно, тоже надо указать, что это вектор intов, типизировать это значение, и моя программа становится компелябельной. то есть, она ничего не реализует реально, да, она сюда пишет вранье, но она является консистентной. Она всегда, она компилируется, вот ее результаты очевидные, да, то есть, знаете, что это такое? Как бы, я могу сделать тестовый прогон. Именно поэтому вот такой подход, он важен, потому что я могу промежуточные версии отдавать на тестирование, в то время как программа еще не дописана, она не готова. Итак, а теперь, собственно, занимаемся фиксингом, да, вначале пофиксим left boundary, проверим, потом пофиксим right boundary. да, я забыл, стоп, она консистентная, но неправильная, потому что я же должен что-то искать, а я сейчас ничего конкретного не ищу, поэтому давайте-ка мы выплюним shout, в котором скажет what to find, what to find, x равно, ну и ждем какого-то значения, да, ну этот x должен быть описан, да, нужно, он должен быть того самого типа, который хранится в массиве, то есть если тут флот, то тут флот, даже вот вплоть до того, что я думаю, может флот записать, ну ладно, слушайте, это не так принципиально, знаете что, я сделаю type dev, заодно вы узнаете про существование такой конструкции, type dev, это синоним типа, я скажу, что синонимом типа double будет у меня буковка t, ну так, просто, вот просто говорю, а пусть буковка t будет синонимом типа double, и тогда, вот здесь вот я буду говорить вектор t, вектор t, вот здесь вот вектор t, ну правда понятно, что если я сделаю не int и не double, а что-то другое, то у меня просто не заработает, да, а здесь тоже скажу, t, x, вот так вот, то есть я спрятал тип, какой-то конкретный тип, под именем буковки t, ну может я слишком примитивизировал, может быть мне нужно было сказать, там типа, вектор, вектор элемент, type, что-то еще, ну слушайте, я сейчас работаю так, примитивно, короче, фишка в том, что мои left boundary, round boundary, должны этого x получить, чтобы они знали, что они ищут, понятно, я ищу x в a, логично, надо изменить, соответственно, заголовки, что я ищу конкретного x, а, да, типа t, в векторе, ну впрочем, кстати, сам вектор, я ведь могу передавать по ссылке, а поскольку я его не собираюсь изменять, то я могу сказать, что это константная ссылка, это мелочи, которые для любителей, больших любителей c++, да и как сказать, строго типизация константности, должны греть душу, о, мы не тратим лишнюю память, мы не делаем лишнего копирования, ну, короче, слушайте, и мы гарантируем неизменность, так вот, слушайте, первый способ найти эту левую границу очень простой, надо просто взять, начать с позиции минус один, и пока у меня, соответственно, left меньше длины массива, и при этом, тот, кто находится правее левт, тот, кто находится правее левт, у меня что, больше либо равен, чем что, ну, чем искомое значение, нужно что делать, этот самый левт, просто увеличивать, на единичку, просто все, вот, это конец, это цел, для правого значения, что я могу сделать, для правой границы, да, не проблема, вот у меня правое значение, оно будет равно, а точка сайз, да, и, естественно, для него самого я не могу, так вот, пока правое значение, у меня что, больше нуля, ну, когда ну ноль, то уже не попадает ни одно значение, поэтому надо сто процентов останавливаться, оно, меньше, оно не может быть меньше нуля, самое маленькое правое значение, это, собственно, на ноль, и а от позиции right минус один, то есть левее его, меньше, либо равно икса, до этих пор, мы продолжаем смещаться, и шагать налево, right минус равно один, ну, то есть, вот это значение мне подходит, раз оно меньше, либо равно икса, да, ой, прошу прощения, пока оно, на бок, я, кажется, затупил, простите, левый шагает направо, пока значение справа от него, больше, либо равно икса, нет, пока значение меньше, либо равно, неа, меньше строго, строго меньше, то есть, пока значение справа меньше икса, значит, я именно его, left плюс один, могу использовать в качестве нового left, именно поэтому я и шагаю направо, здесь, соответственно, тоже не меньше, либо равно, а наоборот больше, то есть, я же наоборот, как условие продолжения, что right все становится меньше, 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 вот, стоп, извините, а он разве не выдается ошибку, смотрите, когда он будет предпоследняя итерация вайла, он будет асайз минус один, а второе условие left плюс один, а это асайз минус один плюс один асайз, то есть, он вылезет за пределы массива, нет, по идее. дело в том, что оператор i, который вы тут видите, здесь вот, является ленивым, и если вот это вранье, то он уже не будет вычислять правое выражение, понятно? если это уже равно нулю, то есть, не больше нуля, если это вранье, то он даже не будет пытаться это вычислить, то есть, я здесь действительно хитрю и пользуюсь ленивостью оператора i, понятно? то, что здесь написано, это не бинарный поиск, вот это, это линейный поиск, но он работает, давайте попробуем его прогнать, он должен работать, давайте прогоним его и посмотрим, прогоним, то бишь запустим, да? что мы будем искать? давайте посмотрим на наш массив еще разок, что мы в нем будем искать? ну, допустим, будем искать в нем пятерку, о, фигня, а, ну, конечно, конечно, Тимофей Федорович наврал, я вычислить, как это, выкрасить и выбросить, да, я посчитал левц, но не вернул его из функции, я посчитал райц, но не вернул его из функции, ну, вот, для этого тестирование и существует, слушайте, вот давайте во славу тестирования программ, а представьте себе, если бы я пытался сотворить мир за один день, если бы я пытался написать программу целиком, не тестируя ее, ну, очевидно, у меня бы эти все ошибки накапливались, накапливались, у меня были бы проблемы с попытками приведения программы в компилируемое состояние, я все никак не мог бы приземлиться, разбился бы при этом приземлении, понимаете, проблема программирования в том, что когда вы начинаете создавать, идти слишком большими шагами, вы начинаете терять понимание, а что именно вы сейчас вообще сделали, нельзя кэшировать внутри своей головы слишком много, информацию нужно сбрасывать, ну, не на бумагу, но в цифровой вид, да, в программу и в репозиторий, понятно? Ладно, значит, короче, вот я протестировался, да, у меня линейный поиск, ну, пусть хоть линейный, понятно? Пусть хоть линейный поиск, тем не менее, у меня сейчас отработает, давайте запустимся, а, у меня там программа-то уже запущена, ну, слушайте, надо ее грохнуть и перезапустить еще раз, я собираюсь пятерку искать, пока left меньше a size, и a от left меньше x, left плюс равно 1, left boundary, еще раз, неправильно, ну, то есть шестерка, это правильно, минус 1 нет, действительно, шестой индекс, это первое число, которое больше пятерки, а слева меньше либо равно, а вот левая граница должна равняться, была двойке, а миш пишет минус 1, сейчас посмотрим, left boundary, ну, можно попробовать прогнать отладчиком, сейчас я подумаю, минутку, даже не знаю, ну, что ли, здесь, да, вроде все правильно записано, я добавил отладочную печать, что он ничего не напечатал мне, а, нет, подождите, ну, не может быть, давайте мне, я сейчас попробую еще раз перебилдить, build and run, это фигня какая-то лезет, а главное, что он мне ничего не написал вообще, пока left меньше, чем a size, ну, давайте, что ли, принтанем a size, надо делать до того момента, пока a size, пока left меньше, чем a size минус, почему, по принципу, как мы сказали, ленивого, он проверил, перед left меньше, меньше a size, он предпоследний, вошли не общая итерация, a size минус 1, правда, а это, а потом, он делать вторую проверку, если бы была хоть одна итерация, я бы увидел вот эту распечатку, меня-то это и волнует, что я, как сказать, не вижу и не осознаю, 10, минус 1, вы даже не представляете себе масштаб того, что произошло, и вы даже не представляете себе, как это починить, а я знаю, а я знаю, это безумие какое-то, дело в том, что минус 1, даже не знаю, это безумие, которое надо знать, и слава богу, что мы столкнулись с ним сейчас, в учебном процессе, а не вы, когда уже вы программисты, товарищи, я ненавижу С++ вместе с языком Си, но, увы, к сожалению, приходится ими владеть, есть даже такая книжка, в которой, которая называется, типа там, сколько-то способов отстрелить себе ногу, при помощи веревки, ну, про всякие фишки в плюсах, значит, слушайте, дело в том, что когда мы в питончике, берем два значения, смотри, 5 разделить на 2, например, да, то у нас есть возможность, интроспекции, мы можем спросить, а какого ты типа, товарищ, и он скажет, ммм, ты флот, окей, в С++ больше количества типов, помните, на самом первом, первом, первом занятии, я вам рассказывал, что есть инт, да, но есть великолепные типы, с фиксированной точностью, типа там, инт 8T, 16T, там, 64, количество бит, да, но есть и беззнаковый у инт, но на самом деле, вот в классических вещах, в местах, в классических местах, чаще используются типы нефиксированной точности, вот инт, это тип, который удобен для данного конкретного процессора, под которым в этой работе, для данного конкретного компилятора, а значит он может быть и 2-байтный, и 4-байтный, ну, 8-байтных я не видел еще, интов, но, он может быть знаковый, он по умолчанию является знаковым, так называемый, сайгнт, инт, а может быть беззнаковым, сайгнт, ансайнд, соответственно, константы знаковые, знаковые константы, они выглядят следующим образом, например, 17, это знаковая константа, это сайгнт, инт, а вот если я напишу 17у, большую буковку, ну, можно маленькую на самом деле, именно встык, то это беззнаковая константа, так вот, товарищи, я вам утверждаю, что минус 1 больше, чем 9999у, а слабо, вот гарантирую вам, гарантирую, я прямо сейчас специально создам программку, малюсенькую, в которой я это дело покажу, чтобы вы понимали, насколько бывают большие глюки, прячутся в C++ за совершенно незаметными, дебильными вещами, ну, потому что это безумие какое-то, правда? как может минус единица быть больше, чем 99999, а сейчас вы это увидите, на crazy, craziness off cpp, нет, ладно, я не это самое, не настолько уж ненавижу C++, но это правда жесть, вот смотрите, да, я сделаю один все out в этой программе, он будет либо правда, либо ложь, я здесь в скобочках аккуратненько делаю, говорю, минус один, больше, чем, ну, вот я сделал 999, но я сделал именно U, то есть беззнаковая, ну, я могу, я могу сделать, на самом деле, unsigned int, x положить туда, там 999, а потом сюда вписать x, ну, слушайте, я сделаю вот так, и вот так, да, вот так вот, и вот так вот, ну, на самом деле, я могу сделать здесь еще и, ну, и просто int, давайте лучше int x равно минус один, сделаю, давайте unsigned int y равно вот этого, да, я здесь сделаю, соответственно, x больше, чем y, да, и вот вы просто это самое, не понимаете, насколько это безумно, и почему же это правда, как в этом, в дне радио, Миша, это правда, товарищи, учащиеся, переведу на телефон 100 рублей, тому, кто мне сейчас, не гугля, ответит на вопрос, почему это правда, ну, один в данном случае, это правда, то есть, я вот сказал, да, я, как сказать, вот сделал отдельную тестирующую язык программу, эта программа сейчас тестирует проблему языка, реально, я мог сейчас, вот, занимаясь вот этой программкой, провести сутки, двое суток в отладке, выясняя, где, где глюк, почему, как так, ну, елки-палки, я написал отладочную печать прямо в цикле, она не печатается, я в цикл не захожу, у меня голова на плечах есть, я же понимаю, что я правильно написал, что не так, но мой опыт, мне помогает не сутки тратить, а 10 минут тупника, и уже я вам начинаю объяснять, в чем же дело, почему, так, ставка повышается, 500 рублей, ладно, я думаю, что это не сильно поможет, но давайте еще минута, это вот про те самые кирпичи, да, извините, о чем спорим просто, у меня интернет пропал, Иван, Иван на связи? Я все эти минут 10 слышу, тут, 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 примерно так, очень жаль, потому что я сейчас готов, это самое, кому-то из вас дать денежек, ну, под этих самых, потом кто будет смотреть записи, это не касается, реально, да, я просто на телефон переведу, там, уже я озвучил, 500 рублей, просто потому, что я уверен, что никто сейчас практически, но если вдруг кто-то, не гугля, скажет, почему, вот это правда, а у это беззнаковый, ну, вот на ваших глазах, вот сейчас, вот там написано, да, вот знаковая единица, вот беззнаковый 99, да, ну, там можно выполнительную девятку вписать, это не поменять, давайте все, я отсчитываю последние, может из-за типа хранения, а? Может из-за типа хранения, и что? Не, ну, это и так, ну, ты догадался об очевидном, Иван, ты говоришь то, что видишь, что вижу, может из-за типа хранения, а как? Ну, как это может быть? Имеется в виду, имеется в виду, что при определении больше или меньше число сравнивается с укрой, ну, в битах, ну, в битах, в общем, сравнится число в записи, запись в двоичном коде, в то время, когда участвует запись, ансайна должна, по идее, как раз, одержится так, что она меньше любого знакового. И вообще, если то пошло знаковое число, они же в двоичном коде, там записываются 0 или 1 вначале зависит от знака, который вот минус или плюс. Иван, выиграл. Ну, ты правильно объясняешь, может быть, не до конца внятно, но, ой, прошу прощения, смысл следующий. Дело в том, что возникает вопрос, вот если и это, и это число одинакового количества байт, вот одинакового количества байт, ну, то есть, бит, фактически, да, ну, допустим, у меня вот это число, 4-байтное, 32-битное, да, ну, то есть, 4-байтное, значит, это такой вагончик из 4-8-битовых вагончиков, да, это число тоже 4-байтное, соответственно, смотрите, помните, я вам кажется рассказывал про хранение двоичных чисел знаковых, дополнительный двоичный код, помните, рассказывал или нет, занятие так, наверное, второе, я сейчас прям посмотрю в программе, у нас точно было занятие по информатике, по битону, когда мы изучали дополнительные обратные прямые коды, ну, вот ты и выиграл, но ты, как сказать, фишка-то в том, что, дело в том, что под этим лежит реальная, математическая, в смысле, не математическая, а технологическая, архитектурная проблема, дело в том, что у вот этих вот чисел, у беззнаковых, числа, у которых нолик в начале и тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, там единички, да, это, получается, что у нас, положительные числа, да, и числа, у которых первый бит, единичка, самый старший бит, в старшем байте, и все остальное единички, это тоже положительные числа то есть максимальное положительное число будет состоять из одних единичек то я даже вам могу сказать это число среди unsigned интов максимальное число если int 4-байтный будем предполагать что это так это чаще всего так да то есть вот это x это y так вот у меня максимальный возможный y который только можно сохранить в 4 беззнаковых байтов это будет 2 в степени 32 но без единицы потому что это будет число мерсена состоящий из 32 единичек ясно а двоичные числа знаковые у них действительно старший бит равняется единички но это только потому что это признак знака а все остальное она устроена хранится не совсем тривиально потому что это вот то что тут это не модуль числа не инверсия модуля числа а это инверсия модуля числа плюс 1 модуль числа минус единичка а нет ним не модуль прошу прощения нам просто включая вот эту единичку это будет инверсия числа инверсия числа на модуле числа включая вот эту штуку плюс 1 правильно значит у меня надо как плюс единичка превращается в минус единичку нужно взять сделать инверсию и прибавить прибавить книжку или вычесть и вычесть по моему единичку короче минус единичка является довольно большим числом не самым большим но довольно большим числом она будет 1 и 0 то есть некоторые положительные числа некоторые положительные числа все-таки окажутся больше чем минус единички но они должны быть очень большими очень большим то есть они должны быть порядка 2 в степени 6 на 2 в степени 31 очень большие числа около там трех миллиардов услуг ну короче очень большие понятно вот то есть это еще и не так стабильно минус единичка может оказаться больше какого-то то есть фишка в том что отрицательные и беззнаковые числа не дай бог вас сравнивать никогда если вдруг по какой-то причине вы хотите беззнаковое число сравнить со знаковым явным образом возьмите скажите ребята ребята подождите подождите давайте его от энтуем дело в том что его от энтуем в смысле превратим в знаковое потому что питон нет питон в этом случае не работает могли сказать так а что если два числа x плюс y мы сталкиваем но умножить или что-то еще с ними делаем или сравниваем друг с другом методом больше меньше что у нас происходит на между ними какая-то арифметическая или логическая операция мы не можем выполнить эту операцию пока эти два числа принадлежат разным типом чисел так вот все плюс плюс есть такая хрень называется неявное приведение типов неявное это как в рассказе тайная становится явным то есть тайная тайная втихаря и вот втихаря си плюс плюс зараза именно знаковые переводит в беззнаковые именно знаковые приводит в беззнаковые они наоборот почему это выбрано так на это были логичные основания уходящий в глубину веков но веков прошлого века в глубину прошлого века в свое время да это имело обоснование так выбрали теперь про это просто приходится знать как про такую заложенную мину но это как знаете вот на клавиатуре а почему на клавиатуре английские буквы расположены так неудобно почему буква эй которая удобно набивать она часто встречается почему она находится на мизинце а потому что изобретатель печатных машинок в свое время для того чтобы машинистки не печатали слишком быстро а у первых печатных машинок эти самые там рычажки которые штампуют они заклинивали не успевал отходить назад а следующий рычажок уже и они заклинивали вклинивались понятно из-за того что машинистки слишком быстро долбили и он придумал а изобретательское решение давайте я расставлю буквы так чтобы машинисткам было умеренно неудобно печатать мизинцем же не так удобно печатать но они будут печатать не слишком быстро ну для тех времен это было круто а теперь приходится программисты которые очень хотят печатать быстро должны переходить на специальную раскладку дворок а не qwerty но я к чему то есть вот это бред который приходит с которым приходится жить иван ты выиграл давайте двинемся вперед значит что у нас сейчас есть значит я сейчас пофиксил программку давайте посмотрим вот ее версия которая должна работать вот это вот давайте проверим что она работает а то было такая подстала конечно я конечно еще продлилась за это наше занятие но тем не менее ладно короче what to find пятерку мы искали ура мы видим что тут цикл побежал и он наконец-таки находит левый правильно левую границу правую границу правильно ходит вау круто все замечательно можно всю отладочную печать грохнуть наконец ой простите чуть-чуть лишнего до свидания отладочная печать но самое то главное подождите вот я отлаживался что и отлаживал да я же ребятушки отлаживал ты не то это на самом деле у меня линейный поиск линейный поиск то есть я тупо трата тара трата то и вот по одному двигаюсь ползу по массиву на самом-то деле у меня этот массив вектор по идее может быть очень большой особенно если это не вектор а это монотонная функция у функции вообще диапазон может быть очень большой да она монотонный дан дискретный ну что сечем да то есть короче говоря двоичного поиска тут нет это просто я вот ну left boundary я даю его нахожу давайте сделаем вот что я хочу сделать эти функции но только сделать их теперь по нормальному я сделаю по сути ну как бы нечто похожее нечто похожее да но я хочу пользоваться двоичным поиском и я их назову уже не left boundary a bin bin search left boundary ну то есть это вот поиск 2 этого левой границы при помощи бинарного поиска я гордо хочу заявить об этом в названии функции но впрочем это гордость моя она не очень нужна лучше было птиф функции просто выкинуть эти написать но тем не менее итак у меня есть искомое значение есть вектор который заведомо должен быть отсортирован я наконец в это верю а теперь смотрите так я пока это утащу чтобы сконцентрировать ваше внимание вот здесь и так что я хочу я хочу иметь сразу int left и int right и правый будет у меня равен а сайс в данном случае преобразование типа происходит именно в сторону int потому что это присваивание а не сравнение поэтому тут понятно что это выражение нужно привести к тому типу который тут написан так что окей а кстати да я вам не сказал а сайс он действительно беззнаковый зараза по вбов бы нет ну да опять же есть обоснование почему это так вы знаете есть даже люди которые сказали ребята нас достало это достало это просто конкретно среди них андрея александреску один из создателей стандартной библиотеки си плюс плюс вот и они сказали ребята нам надо писать новый язык программирования и сделали язык который называется ди лэнгвич ди лэнг ну я сейчас надеюсь он найдет да он нашел соответственно язык ди который является как это правильным сделано си плюс плюс то есть он он там много чего заимствует из классных крутых языков в частности из питона из эйфеля то есть шарпа в том числе очень крутой язык но малопопулярный малоизвестный и в нем вот этих вот касты проблемных мест которые были вот типа вот этого вот да вот их там ну нет или практически нет в нем нет макросов в нем нет вот этих вот очень много крутых вещей связанных с параллельными короче язык клёвый только мало где вы найдете работу с этим языком поэтому мы его и не изучаем на олимпиадах я не слышал чтобы кто-то мог использовать но как-то тоже вот не звучит почему не вниз поехала на чем не поехала то да действительно вниз поехала давайте поднимем я видимо сдернул так друзья не так сложно и не так много двоичный поиск помним помним в чем он состоит ну там будет часть некий цикл да да каких-то пор мы будем сейчас продолжать дело давайте на секундочку пока забудем до каких пор а теперь смотрите что я буду делать я буду стрелять в середину как я буду стрелять очень просто left плюс right пополам причем обратите внимание вот это пополам это нацело нацело с отбрасыванием остатка ну точнее именно с как называть на это лучшим словно цело это важно потому что результат является целым числом не дробным этаж не питон здесь если левый оперант это целое число и правый целый ты результат целое так питоне деление дробный дает а все плюс плюс вот проблема вопрос это что дробная ли целый ответ это целое причем с отбрасыванием остатка то есть это как если бы было в питоне вот так понятно но здесь все плюс плюс это вот это две штучки это комментарий однострочный как решетка но вот все по-другому ладно простите пожалуйста значит итак короче я нашел серединку этого интервала а теперь вопрос а собственно на вот этот middle он у меня в качестве кого сгодится обратите внимание сейчас я ищу лифт баундере а правый правая вот эта штуковинка это не райт баундере я ей позволю вот этому райту я позволю двигаться сквозь а равные а мидловские а райд может быть равен искомому иксу понятно таким образом я скажу так если а от мидл меньше чем из комы x то тогда тогда этот мидл сгодится в качестве левого на этот мидл я выстрелил посерединке а функция монотонная там ну очевидно длину либо одно либо другое будет да то есть тут без вариантов а если нет а если нет то это автоматически означает что у меня а от мидлу больше либо равно искомого икса и в этом случае это мне сгодится как поджиматель левого левого ограничителя то есть райд это не правая граница допустимого диапазона она двигается в том числе сквозь иксы равную про сквозь а и ты равны иксу искомому поэтому я буду говорить что райд равен мидл до в этом случае а до каких пор все это делать ответ до тех пор пока райд и лифт не сомкнуться на вот вот что называется возле левой границы то есть лифт еще меньше а райд уже поджимает его да пока райд минус лифт больше одного именно больше не больше либо равен уже когда они равны райд минус лифт равен одному то они они не могут сомкнуться просто в принципе да но когда они больше одного это означает что у меня еще имеет смысл мидл брать серединку да а а когда они вот под поджались я говорю все ребята все нормально я как раз нашел ту самую левую границу потому что правее чем лифт там находится элемент который больше либо равен икса а в левт находится элемент который меньше икса тем самым я сохраняю этот вариант и возвращаю тот самый левт вот этот вот цикл поиска будет абсолютно такой же когда я буду искать правую границу бинсерчем абсолютно такой же задним маленьким исключен во первых я возвращаю райд они лифт а во вторых мне нужно здесь ну знак поменять то есть мне нужно чтобы равенство она как допускалась для левого поджимателя а райд у меня соответственно шел в это самый всегда был больше икса в результате у меня получится этот двоичный поиск да для правой границы до обычный поиск для левой границы вопрос имеет ли смысл как-то особенно ускорять слушайте я вам честно скажу нет асимптотика настолько хорошая то есть это вот скорость логарифмическая логарифмата от длины массива что нет большого смысла как сказать если мы поискали левую границу как-то сильно ускорять поиск правой границы ну можно воспользоваться ей чтобы ускорить но еще раз не нужно давайте попробуем воспользоваться именно ими на давайте я left и right перевычислю еще раз и еще раз распечатаю но я их не буду создавать слушайте давайте создам назову ее там бин лифт ну и соответственно binary bin search left boundary и bin search right boundary ну и соответственно вот здесь я буду печатать ой прошу прощения вот так вот я сделаю левый правда и там слушайте я тоже так сделаю вот ну и соответственно не left а bin left и bin right тадам тра-та-та-там итак мы будем искать что будем искать давайте потестируем нашу программу погоняем для разных значений давайте семерку сразу поищем абсолютно одинаково то есть он нашел семерку левая ее граница равна чему пяти 0 1 2 3 4 5 вот ну в смысле я вот подразумеваю что вот 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 это этот индекс этого элемента является соответственно левой границы да вот а право 10 ну десятка это смысле за пределами массива то есть вот правее да то есть как раз ровно все норм то есть начиная с 6 до 9 как раз валяются семерки да так давайте еще разок запустим для например например ну слушайте для двойки давайте погоняем да о левая граница минус 1 правая 2 и линейный и бинарный поиск соответственно возвращает мне одинаково правильно да ну я не знаю там давайте вот здесь вот bin left чтобы было видно эту разницу в этих самых тадам запускаем еще раз что будем искать ну давайте не знаю там тройку поищем тройки нету но оба вида поиска находят что тройка находится правее элемента с индексом 1 и левее элемента с индексом 2 да ну то есть получается что она правее этого налевее этого ну там понятно там просто тройки нету да но уж если она находится то правее элемента с индексом 1 и левее элемента с индексом 2 то есть данном случае нигде но вот это нигде оно очень определенное друзья давайте сделаем этот самый вывод я сейчас во первых подложу это файло все включая вот ту ошибку которую мы сейчас как сказать нашли подложим это дело в наш репозиторий в репл наш и сейчас одну секундочку подложу ес камон значит я это дело сделал до репл это кирянов cpp я просто сейчас перейду покажу ну вы же знаете где это дело валяется так что вы просто сможете взять вот он лесом 13 ну и в нем наши эти самые ох ты ж елки-палки я туда лишнего понакидал а аут гит игнор валяется там ладно давайте откроем лесом 13 и тут много чего лишнего к сожалению не ренейм римов белит простите пожалуйста не это самое не убедился что у меня там чистенько это и не репозиторий такой как в котором можно это самое он все туда поймал короче ладно вот он нас это и тестирование crazy нас а вот он бен сёрч короче товарищи давайте резюмируем чему мы что мы услышали чему мы научились но первое мы нашли и увидели воочию еще одно безумие языка си плюс плюс по на приведи по неявному приведению типов в пользу беззнаковых как что приводит к каким-то безумным вещам да то есть что у меня x равные минус 1 там или минус чего-то там будет больше положительного числа которое является того же типа беззнаковым а если кстати длина знакового будет больше чем без знака дай будет int 16 например т а уинт будет 8 т тогда он предпочтет знаковый потому что тогда он скажет о так тоже число она больше бит надо к нему приводить короче есть вот это вот большая проблема неявное приведение типов си плюс плюс сделано отвратительно ну исторически это еще раз говорю оправданно ну вот сейчас с этим жить и ним не можно вот приходится как сказать матюкатись а но пользоваться а еще есть насущная необходимость использования языка си или си плюс плюс но си плюс плюс он вот в этих вещах абсолютно обратно совместимы и несмотря на все самые новые стандарты а мы там у меня там 17 год отмечен да все равно это первое про такие грабли надо знать надо знать про эти грабли в языке си плюс плюс и их побаиваться ну или уметь обходить аккуратно то есть вот эти сайз вектора будьте сразу готовы его опинтовать чтобы он становился знаковым вот а так и зачем нужны ансайли в чем их смысл туда больше влазит чисел хочется бит использовать как дополнительный один бит использовать как значение числа ну в два раза больше чистить диапазон пошире ну дело в том что я еще раз напоминаю язык си да и си плюс плюс используется в любой затычке то есть это же язык который работает на простите от эмега 8 не в чистом виде но для него компиляторов всяких полным полно любой микроконтроллер возьми какую микросхемку которую можно прошить там не знаю я уверен что нет но я почти уверен что брелки для машин которые чпук кнопочка раз это чпук там там простой микроконтроллер такая платочка малюсенькая она от батарейки питается по несколько лет она эту батарейку кушает медленно-медленно ну год сто процентов понимаете да и вот он программирует на чем на си плюс плюс на си чистом или на си плюс плюс так там той же от эмега так у него 8 бит вообще на регистр 8 битный там 16 битные числа сложно обрабатывать ну так а вот если у тебя 8 бит да жалко одного бита 16 битов ну и тут тоже жалко у тебя целых два регистра на это сожралось ну короче слушайте еще раз поскольку си он специфичен несколько я бы не сказал что он универсален си плюс плюс универсальный язык с костылями не с костылями правильнее назвать как сказать это с пороками доставшимися ему от предка которые он не сжил вот но си плюс плюс конечно это все-таки современный язык его я не не хочу совсем унижать но просто есть пороки которые унаследованы второе я вам показал может быть несколько скомканно про то как делается двоичный поиск впрочем это вы же видели что это пишется точно так же как двоичный поиск для корня только с тем что вот равенство оно меня не волнует равенство проходит скажем так вот либо в левт либо в рай в зависимости того какую границу ищу но самое главное то с чего мы начали это очень важно постановка задачи правильное продумывание а что я жду в качестве ответа а что я вообще ожидаю правильная постановка задачи почти автоматически приводит к правильному ответу если бы я не сформулировал это четко если бы сказал какой-нибудь индекс а что делать если числа вообще нет а если числа нет и она левее самого левого значения ну меньше самого левого прошу прощения да а что если числа нет она больше самого права что мне возвращать нам на на нету что мне возвращать это проблема то есть проблема уже это возникает даже самого интерфейса непонятно что мне отвечать что должна функция вернуть не число бросить исключение а почему тот кто ищет должен заранее знать что этого числа нет он же ищет его короче товарищи еще раз вот сегодня мы занимались двоичным поиском но возникли вот прикольные дополнительные проблемы которые мы порешали на этом сегодня все прошу прощения сегодня разбора задач не будет никаких ну вот так вот получилось на этом занятие закончено